От пациента. Вводные, долихосигма, долихоколон, селезеночный изгиб, мегаколон. Вроде все это присутствует. Симптомы газообразования, сдутия, запор. Интересует только геометрия. Остальное дивертикулы и прочее интересует меньше. Так по результатам колоноскопии все нормально. Консультативное заключение по представленным рентгенограммам пациента 1958 год. Дата исследования 12 марта 2024 года. Область исследования иригоскопия. Данные из копии не представлены. Также на рентгенограммах не отражено продвижение бария по кишке, также нет рентгенограмм, а порожненной кишки, что снизило информативность исследования и затруднило трактовку его результатов. В ходе исследования визуализированы все отделы толстой кишки. Проведено контрастирование бариям всех отделов кишки, воздухом контрастирована дистальная половина кишки. На протяжении всего протяжения диаметр кишки не компримирован. Восходящая кишка правильно расположена, в дистальной трети ее диаметр до 96 мм, в проксимальной трети ее диаметр до 36 мм, скалатчатость сохранена. Поперечно-ободочная кишка правильно расположена, удлинена, в области селезеночного угла формирует дополнительную петлю, складчатость сохранена. Нисходящая кишка правильно расположена в области селезеночного угла, формирует дополнительную петлю, также формирует дополнительную петлю в дистальном отделе, складчатость ее несколько сглажена. Сигмовидная кишка расположена правильно, удлинена, формирует дополнительную петлю, складчатость ее сохранена. Прямая кишка правильно расположена, складчатость ее сохранена. Заключение, рентгенкартина до лихоколон, расширение диаметра дистальной трети восходящей кишки. Рекомендована консультация гастроэнтеролога. 13 марта 2024 года. Доцент Комейнкотов МАА заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Добавить по существу нечего. Нижняя треть восходящей кишки расширена. Кишка на всем протяжении удлинена, формирует дополнительные петли. Эти петли и нарушают передвижение пищевого комка, что и провоцирует жалобы, что вас беспокоит. Тут имеет смысл проконсультироваться с хирургом. Иногда в такой ситуации проводят операцию, часть кишки удаляют, и ситуация нормализуется. Субтитры создавал DimaTorzok